Привет, народ! И сегодня я научу вас, как установить и зарегистрироваться в Tangle, чтобы играть в игры с торрентов по сети. В ту же самую цивилизацию, например. Всё, погнали! Вам нужно зайти на сайт Tangle, ссылка в описании, и вы пойдёте прямо на эту страницу. Дальше следим за моими действиями, кликаем на Tangle Client, опускаемся вниз. Вам нужен вот этот файл, кликаем на него. Дальше, именно вот сюда кликаем, на Download файл, именно здесь. И далее кликаем на любую из этих ссылок. Я кликну на первую, это абсолютно не имеет значения. Они все скачивают Tangle, весят он совершенно немного. Потом, соответственно, мы его устанавливаем. Я думаю, здесь инструкции не нужны, так как там всё понятно с установкой. Теперь вы должны зарегистрироваться. Так, вот здесь могут возникнуть трудности. Переходим к регистрации. Регистрация, да, здесь можно врубить русский язык, но регистрация на русском почему-то не работает. Сам сайт, да, может быть, в говянном переводе на русский. Но регистрация не работает, поэтому не пытайтесь. Я пробовал много раз, по-всякому нет, на русском нельзя. Можно поставить галочку, кликнуть в Continue Registration. Так, дальше выбираем имя пользователя. Не знаю, Иван, к примеру. Если красный польза, значит, ну используя Иван. Мы же не в заправду регистрируемся. И имя, которое... Так, это имя пользователя. С ним вы будете логиниться. Это важно, ребята, запомните его. Это имя, которое у вас будет отображаться, к примеру, у Индоскайгеймс. Это может быть любое имя, это совершенно не важно. Ну, используется мной, естественно. Ну, вот так вот. Теперь вам нужно ввести имейл. Я не буду вводить реальный имейл, просто вот, к примеру. Mail.ru, к примеру. Просто берем с потолка любви. Свой имейл используем. На него придет письмо, на которое вам надо будет ответить. Нужно выбрать пароль. Он должен быть... Он должен иметь от трех... От трех букв до 32. И обязательно должны быть цифры. То есть вы не можете только использовать буквы. Вы должны набрать пароль, к примеру, 123... 123... Лол, например. 123, лол. Ну, просто. Например. Ну, тут ничего не нужно трогать. Дальше вам нужно ввести это слово, которое здесь отображается. Оно у меня тут же введено, так что все понятно. Ввести копчу. 10, ну и так далее. 10 и так далее. Вы поняли. Нажимаем register. И мы зарегистрировались. Ну да, потому что я не ввел правильный код. Нас не регистрируют. Сейчас введем верный, просто, чтобы сделать процесс практически настоящим. Давай, регистрируй меня. Email фейковый. Поэтому я использую просто то письмо, которое мне приходило раньше, когда я регистрировался. Первый раз. Да. И тут сказано, вам отправлен email на адрес, который вы указали. И вы должны сейчас зайти в свой почтовый ящик и посмотреть, собственно говоря, на это письмо. Вы должны будете кликнуть там на нужную ссылку. И сейчас я покажу, куда именно нужно кликнуть. Кстати говоря, письмо может находиться в папке spam. Просто вас предупреждаю. Она может находиться в папке spam. Письмо будет выглядеть вот так вот. Ну, боже мой, засветил email. Переживу. В общем, вот так будет выглядеть письмо. Так оно будет называться. От англ комьюнити оно вам придет. Далее идем вниз, идем вниз. Мы кликаем не сюда, нужно кликнуть именно вот сюда. Потому что я уже активировался. Тут сказано, что да, ошибка. И потом вам нужно будет просто ввести свой логин и пароль, который вы использовали во время регистрации. И тогда вы сможете, так сказать, активировать свой аккаунт. Не забудьте логин и пароль. Как только вы нажмете на ссылку, на которую я вам показал. А именно на вот эту. Не на эту вверху, не на эту внизу. Именно сюда. Ну, сказано, если она не работает, можете кликнуть сюда. И, так сказать, использовать альтернативный метод. Но обычно ссылка работает, поэтому кликаем на нее. Далее нужно будет здесь ввести логин и пароль. Здесь вам появится форма, и вы сможете ввести логин и пароль. Я не могу, потому что я зарегистрирован уже. И ссылка, так сказать, уже истекла, истек срок. Она у меня не работает. Далее вам нужно зайти в сам тангл. И сейчас я покажу, как сделать это. Так, мы с вами находимся в тангле. Но я не думаю, что вам нужно говорить, как запустить тангл. Это вы уж точно умеете. Вы должны ввести имя пользователя сюда. У меня на английском, тангл бывает и на русском. Но не знаю, у меня почему-то на русский не переключается. Но мне и так устраивает. Вводим сюда имя пользователя. В принципе, расположение всего одинаковое. Пароль вводим сюда. Нажимаем «Залогиниться». И мы логинимся. Ждем, пока идет процесс логина. Так как он может занимать некоторое время, ребята. Некоторое время. Вот мы с вами и залогинились. Дальше. Есть два варианта действий. То есть, вы можете зайти сюда в стратегии, к примеру, или в любые другие игры. И искать ту игру, которая вам нужна, кликая на вот эти стрелки. И так вы сможете просто найти людей, которые тоже хотят поиграть. Здесь есть и русские игроки. Поэтому, ребята, вам будет с кем сыграть обязательно. Здесь очень много разных игр. Видите, здесь онлайн указано, что типа 7 из 255 возможных людей. Далее. Есть еще один вариант, который обычно использую я. Это частные сети. То есть, заходим в «Комьюнити» или «Сообщество» в русской версии. «Сети». «Частные сети». И здесь вы можете или создать, создать сеть игру, то есть, сеть для игры. Советую, если вы хотите быть хостом, и вообще советую, если вы создаете сеть, использовать эмулятор сервера. Я пробовал эмулятор клиента, и стандарт иногда это не работает. А эмулятор сервера, вот этот последний вариант, работает всегда. Это сообщение приветственное, его заполнять не обязательно. Все, что вам нужно. Пароль тоже не обязательно. Никто не сможет подключиться из людей, которые вас не знают. Смогут подключиться только люди, которым вы, собственно говоря, скажете название сети. Если вы никому не скажете название сети, никто не сможет подключиться. Сеть нигде не отображается. К ней можно подключиться, только зная ее имя. Используем «Basic», потому что премиум вам не нужен. Вводим название сети и жмем «Create Update» или «Создать обновить». И все, вы заходите в свою собственную сеть. И в случае, если вы заходите в чью-то чужую сеть, которая уже была создана, вводите имя этой сети и жмете кнопочку «Join». И так вы попадаете в ту сеть, в которую вы хотели. Вы увидите других игроков в этой сети. И, собственно говоря, дальше вы заходите в игру и уже в игре выбираете локальную сеть. Создаете игру или заходите в уже созданную игру вашим другом. И играете. А в тангле обычно лагов нет. Все работает стабильно и хорошо. Проверено временем. Работает во всех играх, по большей части. По крайней мере, я пробовал «Цивилизацию пятую». И «Казаков» работает. В «Казаках» чаще работает, кстати, чем «Хамачи». «Хамачи» — это альтернатива этой программе. «Хамачи» чуть проще, но лагает немножко и работает не всегда. «Тангл» в основном работает со всеми играми. И да. Кстати говоря, если вы создаете частную комнату, то может случиться такая ситуация, что вам нужно будет активировать. Просто я не могу это показать, так как у меня это уже активировано, к сожалению. Не могу это показать, так как у меня уже активировано все. Может быть такая ситуация, что вам нужно будет активировать возможность создавать частные сети. Изменяюсь за повторение сильно. И это вам выведет сообщение на экран. Вам нужно будет просто нажать «Да-да» пару раз. И потом вас должно выкинуть в браузер. Или если вас не выкидывают в браузер, откройте ваш браузер по умолчанию. То есть Chrome, Opera, чем вы пользуетесь больше всего, открываете этот браузер. И вас там потом подтверждаете здесь, в «Танглите», подтверждаете «Да-да». И вы увидите окно, в котором вам нужно будет ввести копчу, и нажать кнопку «Активировать», и все. И так вы активируете возможность создавать частные сети. И потом вам больше ничего не нужно делать. Никогда вы спокойно можете заходить в «Тангл», создавать сети, приглашать друзей. И показывать им это видео, чтобы они тоже смогли успешно все настроить, зарегистрироваться и играть. Надеюсь, я был достаточно информативен, ребята. Показал все, что вам нужно. Если есть вопросы, контакт в описании. Пишите, я надеюсь, что я смогу помочь. Но надеюсь, я объяснил все грамотно и понятно. Спасибо за просмотр. Пока. Продолжение следует...